смотри тут этот макдональдс картошку фри пожалуйста картошка пучина а мне чаю слабенького на но я понял евгений очень хочется мне шашлыков отведать у вас на новоселье да евгений александрович сколько можно уже уже до съемки уже люди требуют вторую часть до избы отшельника эти какая картина на горизонте у нас это горит лес очень неприятная картина друзья здравствуйте рад вас приветствовать на своем канале на берегах уже сдаются и тают льдины моя супруга рыбачит вовсю и это говорит о том что в якутии началось лето самое настоящее но сегодня поедем к тимофею поедем дженьки посмотрим как у них там дела завезем немножечко им там продуктов всего такого посмотрим как что давайте начнем давайте посмотрим что у нас сегодня будет какие ждут нас приключения да смотрите льдины уже сдаются да уже все практически все сейчас посмотрим узнаем у центральной рыбачки клюет или нет клюет да не клюет сейчас посмотрим на спиннинг чего будет тут у нас трагедия разыгралась охотничий пёс видать льды были или что-то такое но короче говоря короче говоря трагедия ошейник красный ну видать утонул то ли за хозяевами может пошел то ли из лодки прыгнул то ли еще какая-то штука то ли может льдами перед перебил короче что уж тут говорить но это не локатор сто процентов локатор рыжий этот белый ладно едем чё-то рыба не клюет совсем продуктовые процедуры да конечно далеке пожар на стороне демопея вон лодка вон лодка Все по-другому, потому что сбрило льдами все, попрямяло. Сейчас я сначала выйду, потом вы. Тимофей Александрович. О, вышел, есть он. Все, еще льды есть. Но нету, аллеи нету. Ну, скоро тут все позеленеет и будет все по-другому. Туда. Опять Тимофа, короче, зевает, спит. Ой, аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Затягивает тут. Осы? На твою горку осы напали? Моров нет на сегодня. Блин, в лодке остался же. Сейчас Тимофей угостит. Не, а может, скажи. Короче, собака в полузаброшенной деревне. Надо забрать, привезти. Короче говоря, я уже насчет локатора рассказывал, показывал. Просто привезу в следующий раз и все. Ну, вот только-только перед выездом, перед выездом сообщили только, что он там. Тимофей пошел воды набирать для чая. А праздничка, пожалуйста. Ну, наверное. Тимофей Александрович вон за чаем пошел прорываться. Здесь стройка будет грандиозная. То ли пристрой, то ли чего. Цветочки, милым дамам. Скоро саранки вырастут. Или сарданы. Туда огород. Все посмотрим. Вот Тимохин огород. Засеян, не засеян, не в курсе. Наверное, засеян. Засеян. Ну, тут стирка оказывается. Тут стираться собирается. Женя приезжал. Нет, он на лодке приезжал. Тимоха получается у него сейчас, так как жара самая настоящая. Он в это время, короче, спит, а ночью бодрствует, ходит и так далее. У него ночная смена. Так что мы пришли, он там сонный, еле-еле стирку, короче, вечернюю затеял. Ну, ладно. А, кстати, вот, что Женя заезжал. Я сейчас вам немножко так вкратце расскажу, покажу. Женя приезжал вчера, не просто так. Вызвали соцработники через меня, дают ему там какие-то подъемные, совсем небольшие, но все же будут прописывать его, давать квартиру и временную прописку. Так что дела у человека налаживаются. Это 100% можно гарантированно так сказать. За бензином. Здоровья. Поехали ко мне. За дело. Да мы быстро туда обратно научимся. Поехали. Я бы порыбачить хочу. Попробую, попробую. Мы знаешь, куда ездили? На Конхарку пару дней назад. Блин, там вот таких огнеев. На удочку, просто на удочку подоставили. На удочку не расширен. А завтра так же рассказывает. Ну, по-другому не умеет. Ладно, давайте. Заскочим? Заскочим, ага. Жди на днях друга. Нет, а то съешь тут всех. Ладно, поехали. Блин, а я сборозилась. Тима, там аккуратно. Там глубоко. Тима, не несись. Ладно, Тимофей Александрович пусть отдыхает. А мы едем к Женьке. Сегодня-завтра ему собаку привезу. Нет, завтра точно. Нет, не завтра, послезавтра. Привезу ему собаку. Вон, здоровая такая птица. Видите, вот летит. Прямо в воду бамнулась. Нет, нет. Это рыба. Рыбу, наверное, вытащила. Вон, ее видно сейчас на переходах. Рыбу, наверное, почему-то разбушевался. А здесь и всегда так. Если там гладь, то здесь лябь. Да, всегда так. А здесь опять гладь, смотри. Прикольно. Евгений, здравствуйте. А что вы тут делаете? Какой транспорт у вас? Я думал, ты вообще неуловимый, Джо. А ты, оказывается, уловимый. Привет. Порывачим, приехал. Да, приехал к тебе тут в гости порыбачить. Привет. Я только проснулся. Ты только проснулся? Вы что, все на ночной режим перешли? Да. А, как-то комары жил бы. Золото. 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 Да, и много червей. Жирные, если бы не было. Ну, они же заповедни. Сейчас копать-то нельзя там. Картошку спасали. Женька тоже в этом. Летний этот у него. Летняя спячка, короче, у вас у всех. Не, 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 не. Не, 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 не. верится аж не верится когда уже переезд будет о так уже все голая все почти так ты уже а ты уже там живешь хотели когда забирать больше молодец молодец евгений очень хочется мне шашлыков отведать у вас на новоселье до евгений александрович сколько можно уже уже до съемки уже люди требуют вторую часть до избы отшельника надо заканчивать подполье бани я но и пол есть и потолки есть и все есть все понял понял принял принял но очень хочется да прям юрку привезем тимоха приедет заберем сделаем застолье обалденное такое событие если честно тимон привет чем мама чего-нибудь словила не словила рыба не идет походу да сейчас ты корчаги у тебя не туда пусто не 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 а танкер прошел нет не может быть водами воды нету почти нету ничего такого а ну лодка есть лодка только прошла и все показалось папа шум надо но нет не видели ничего такого не встречали ну может быть кстати у тебя тут задымление нету все нормально но они получаются туда от тимохи туда дальше пошли по той стороне а туда сюда здесь до ряда понятно ну слава богу да я видел а чуть-чуть там есть самолет летает вертолет летает возле возле нюрбачана возле нюрбачана там конкретно прям полыхает и туда люди там прям леса вес якутска бойцы там в лагерях сидят как бы с этими всеми смена работает смена отдыхает ну короче все серьезно сказали труд не в прилетел там в якутске но это этот министр какой-то там на этом видео жительница села мар просит вертолет то есть чтобы потушить или пожар 3 июня это уже другое село огонь подступает к подстанции получается деревне грозит вообще отключение электроэнергии да и вот все это ух ты совсем белый камень ну-ка покажи-ка женька на тот дом поехал сейчас приедем я на то таких ух ты аж 2 натуральный рыбак ловит все абсолютно все из травой и 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 все как надо а ты тимон здесь не был ни разу до ну-ка сейчас удивление будет нет какой-нибудь пойдем ничего себе да прохладно да здесь будет большой я понял что можно большой погреб будет у тебя здесь и дощатый будет да и все как надо да 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 я понял тебя но сейчас если полы будут да все будет это будет вообще сказка какой мягкий олень генератор пила а ты для генератора ну-ка давай показывай давай сначала через баню потом экскурсия до баня баня так сейчас подожди к вот прям здесь нифига ты блин вычищаешь прям под землю Itu же не нужно это эти варень하게ksen обалдеть вычем жастко жёстко вот хлам поднял绒 видишь то лучше выглядит на ну 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 это все 105 да все и и конечно все баню еще остатки железа на крышу полу получается на баню на огород хочешь покажу это видео нет и не все видео и дальше тоже видел вот этот еще не посадил пока никогда вот еще вещь огородик одни сплошные огороды смотри как он сделал до круг круто жестко кукушки есть на руки есть странно почему до этого ничего не было такого всего хорошая мысля приходит опасно ну на смотри тут этот макдональдс картошку фри пожалуйста картошка пучина а мне чаю слабенького на но я понял сейчас выберем дженька же еще и кружки зацепил есть такой торговый дом рекламы триколор василий привет тебе большой дети твои кружки и вот короче женька женьки оттуда дали там где-то цвет не попадает где-то еще что-то не попадает и вот вот скиллс руси и а вот это никого это у нас вот предприятие занимается маслами такие кружки подогнали вот оводы наши это овод пичку не добавлю жарко оводы пошли тут вообще курорт самый настоящий самый что ни на есть курорт блин классно наши кукушки поют ветерок такой небольшой да замечательно вообще просто класс друзья до скорых встреч увидимся да женя как всегда свою речь михей привет ну у всех все хорошо всех все нормально я думаю все все отлично друзья до скорых встреч увидимся будьте всегда здоровы никогда не болейте до свидания все женька не скучай приезжай все давай да нет камнем не вывалится давай ветер и снег переходят в пургу но вас не потянет ночью в тайгу кто в этот час в зимовье возле печки курит при свете маленькой свечи думаю его не про шмотки и тачки а про больную лапу собачки он представитель отшельников века просто устал верить он в человека он верит собаке и мыслям своим себя не предашь не предашь и других просто устал от общения со злом рядом живет только в мире ином отшельник охотник хоть как назови но нет для него иного пути у кого-то ломается стрелка и поезд по жизни несет человека не нам их судить каждый выбрал свой путь только о них попрошу не забудь как зайчий след по снегу петляет он ищет судьбу находит теряет и вновь появляется в жизни азарт когда он поймает удачу и факт кто-то ушел от неверной жены и смотрит на всех как бы со стороны кого-то сломала водка и блуд а всем не расскажешь тебя не поймут не каждый уйдет в изгнание как скит и только тайга тайну их сохранит и он не предатель и он не изгой он просто не хочет жизнь другой вот вы в городах симбиозом живете и кое-что случилось на помощь зовете электрик сантехники скорая тут в тайге ты один за порогом не ждут в тайге за порогом лишь смерть караулит видим медведя того не осудят и экстремальные тут холода но грустные мысли ты гонишь тогда в тайге словно в битве один на один и кто победит тот господин а если ты слаб и в душе не уют запомнить тебя в этом мире не ждут здесь выживет тот кто духом силен кто верит в себя и в последний патрон в минуту напасть и на помощь придет тебя не жалеет но друг нас спасет живут в неоприятной тайге однолюбым беседуют с ними такие же люди но любят они этот мир без прикрас немножко жалеют отшельники нас ведь нам не понять буйство красок весной и пение птиц над зеленой тайгой и они как и мы ждут прихода весны и новая жизнь начнется для них вот вы сидите в июте в тепле чай и печенье у вас на столе ветер и снег переходят в порогу но вас не потянет ночью тайга и